Представьте, вы смотрите фильм. Сцена аварии на железнодорожном переезде. Наверняка такие моменты заставляют замереть. А сейчас представьте, что это не кино. Только в этом году на переездах Октябрьской железной дороги произошло, внимание, 24 автомобильные аварии. Все по вине водителей. Возможно, что у них была только одна мысль. Проскочу. Наш корреспондент собрала кадры всех железнодорожных аварий за 2017 год со всех регионов. Причины и последствия в сюжете Марии Марченко. Горящие автомобили, поезда, сошедшие с рельсов, раненые. Нет, это не съемки очередного боевика. Реальные аварии на железнодорожных переездах. Их число стремительно растет. В текущем году на железнодорожных переездах Санкт-Петербурга, как регулируемых, так и нерегулируемых, произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Из них в двух дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, и один получил ранения различной степени тяжести. Врезаться в поезд, движущийся со скоростью 100 км в час, все равно, что столкнуться с бетонной стеной. Шансов выжить у водителя машины практически нет. Несмотря на это, почти все аварии происходят по вине автомобилистов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Железнодорожный переезд в Стрельне – один из образцовых. Сигнализация, шлагбаум, заграждение. Все срабатывает при приближении электрички автоматически, чтобы исключить человеческий фактор. И все равно водители пытаются объехать препятствия. Изобретательность наших водителей просто иногда поражает. Люди вылезают, не понимая, куда они лезут и зачем. Объезжая горящие красные сигналы, объезжая по тротуарам, опуская крышки УЗПМ. Подобное безрассудство может закончиться фатально. Владимирская область, станция Покров, рейсовый автобус, полный пассажиров, выехал на железнодорожные пути на красный и заглох. Машинист локомотива пытался экстренно тормозить. Не получилось. 21 человек погиб, среди них трое детей. Сколько пострадавших погибших? Вот мы в этом вагоне были. Хватает следующий. Еще один вагон и в нас был. Хантамансийский округ. Они ехали из отпуска домой, а попали в больницу. Водитель КамАЗа с песком на нерегулируемом железнодорожном переезде хотел проскочить перед пассажирским поездом. Адлер, Нижневартовск. Врезался в один из вагонов. Более 20 человек пострадали, в том числе дети. Двое погибли. Ох там, а его с той стороны. Короче, от КамАЗа там ничего не осталось, да? А это Южно-Сахалинск. Похожий сценарий. Крузовик столкнулся с железнодорожным составом. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Таких трагедий по всей стране сотни. Если безопасность водителя на железнодорожном переезде обеспечивает автоматизированная система, шлагбаум и барьеры, то с пешеходами не все так просто. Есть только светофоры. И многие рискуют, перебегая перед электричкой или переходят пути, не посмотрев, есть ли с другой стороны приближающийся поезд. Выходом из этой ситуации могло бы стать строительство над железной дорогой путепроводов. Но это дорого и долго. Уже сейчас Минтранс России предлагает наказывать нарушителей рублем. Увеличить штраф за пересечение переезда на запрещающий сигнал с одной до пяти тысяч рублей. Законопроект разработан и внесен на рассмотрение правительства. Другое предложение, которое высказывают некоторые эксперты, за повторное нарушение лишать водителей прав пожизненно. Но оно пока поддержки не нашло. Мария Марченко, Степень защиты.